Я директор предприятия ТОК Индестальянс, руковожу комплексом НВТК Добробуд. Хотел хотя бы для начала нашего разговора рассказать предысторию, может принести какие-то ясности, неясности. Я думаю, что многие не знают становлению этого предприятия, строительства этого комплекса. Хотел бы начать с маленькой экскурсии. Я на этом предприятии руковожу с 2008 года. Само предприятие начало свою работу в 2004 году. И вкратце хотел бы сделать вам такую небольшую экскурсию. Я думаю, что экран большой. По поводу рассказать, что сейчас мы видели на заездах, почему мы отстаиваем свою позицию. Не то, что позицию. У нас есть собственность, недвижимость, которая находится на этой территории. Я думаю, что вам сегодня показывали, рассказывали, что в Минской Раде на минулой сессии отвели земельную делянку для МТК Калыниевского рынка для облаштования автостоянок за адресом Калыниевска, 13В. На сегодняшний момент, вот у меня копия держакты, если надо, мы это предоставим и оригинал. Это 7,45 гектаров, которые Минская Рада разделила на 4 земельные делянки и одну из этих частей отдала МТК Калыниевскому рынку. Также Виталий Михайлович на сессии рассказывал такие страшные истории, что была афера века, купили за копейки, взяли какие-то кредиты, куда-то какие-то деньги. Ну, вообще, так, чтобы не лезть в такие большие подробности, я вкратце покажу, что вот, вот есть такие снимки. Это 2005 год, это весна, вернее, это уже 2006 года, когда был построен там, ну, в окно могу показать, это первый, второй сектор. И была вот эта автостоянка, которая была введена в эксплуатацию в 2005 году. Вот акт ввода в эксплуатацию, подписан чиновниками, ну, те, которые по закону принимали в эксплуатацию. Это у нас есть будильные споруды, с оплённой площадью. Также эти две автостоянки, номер один и номер два. Вот есть видосы правовластности. На эти же стоянки, если кому будет интересно сфотографировать, естественно, я покажу. То есть, вот эта вот автостоянка, за которой сейчас идёт спор, и Калиновский рынок считает, что им передали уже как бы с майном Мискарада. То есть, в моём понятии это называется национализация. То есть, у одних забрали, другим отдали. Так, ну, это вот автостоянка, я сейчас покажу. Здесь это мы видим, где новый третий сектор, здесь его ещё не было. Это не было в 2006 году, это строительство началось в 2007 году, когда мы, заложив этому и номер, получили кредит, и под инвестпроект, строительство комплекса. Здесь вы можете увидеть, что эта площадка не создана природой, это подпорная стенка, то есть, это высота насыпи где-то примерно метр шестьдесят, метр семьдесят, потому что высота контейнера первого сектора, вот мы видим, где-то в среднем по высоте два восемьдесят, то есть, ну, и так, мы уже на глазах где-то нацепь метр семьдесят. Это строительные работы, которые велись, в СМИ говорили, вот там, там, позабирали какие-то огороды, чьи-то земли, то есть, это был пустырь, болото, мы делали отвод воды, строили канал, берега укрепления, вот видите, здесь видно, то есть, это все, эти все площадки отсыпались, укреплялись берега, делались стоянки, которые потом завелись в эксплуатацию. Но эти снимки, это летние, то есть, это работающий комплекс, когда уже были построены новые корпуса, нижняя площадка, это сама вот эта автостоянка работающая, вот видите, это вот этот третий сектор новый, который был построен на автостоянке, который был принят в 2005 году, ну, на части этой автостоянки. Ну, это автостанция автобусная, это премьер-межуковосполучение, которая была сдана в эксплуатацию, у нас она за регистрированном министерстве транспорта, станция у нас третьей категории, 58 направлений в сутки. То есть, это межообластные, и даже у нас есть вроде бы один или два, это международный рейс, это сообщение с Молдарией. Потом, я хотел еще эту пакцию, так, чтобы было видно, чтобы я не показывал, ну, это технический паспорт, это вот схема размещения объектов собственности на этой территории, ну, вот, если так, это визуально, мы можем видеть по державному акту, вот это контур земельной делянки, это то, что находится на этой земельной делянке, это будильный спруды, стоянка 1, стоянка 2, 6, 7, проезды к комплексу. Ну, и здесь отойдет этот перечень этих объектов. Также, вот, хотел бы вкратце такой, буквально на минуту, такой небольшой ролик, это, то есть, наш инвестиционный проект, который нам проинвестировал в свое время иностранный банк, где мы получили кредит, то есть, есть проекты строительства этого комплекса, которые будут там продолжаться и следующие годы, это ДРБУК и Вильный, и сам Добробот. Ну, это мы видим перспективы строительства рынка ТРБУК и Вильный, а вот сам комплекс Добробот, который, ну, на процентов 85 уже построен. Это заезд в Моголы, это с дороги, которую мы построили, протяженность этого проезда 4 километра. Вот это, вот это вот эти автостоянки, которые НТК Кленинский рынок считает, что это их уже собственность. А кредит выдавался под это все, да? Да, да. Ну, естественно, у нас идет отчет перед инвесторами, куда деньги тратятся, куда вкладываются. Это рынок ДРБУК, который тоже в перспективе будет строиться. Семенович сказал, что по эти деятельности уже никаких кредитных забоядах не мая. Нет, есть, потому что сама Минская Рада подала в суд, в Господарский, про разорвание ипотеки. То есть это... На сегодняшний момент разорвания ипотеки призублен у нас судом. То есть этот иск был, инициатором был именно Горсовет. То есть он понимал прекрасно, что даже если он формально там становится собственником какого-то земельного участка, к нему, согласно закону Украины про ипотеку, переходит все права ипотекодержателя. То есть сейчас, на сегодняшний момент, что бы ни говорили представители Калиновского рынка, в рестрационной службе, несмотря на то, что они пытаются уничтожить предмет ипотеки в 7,45-70, разделив его на 4 участка, заборона переносится на эти земельные участки. То есть на 2... На земельный участок площадью 2, 3, 4, 15 перенесла заборона. МТК Калиновский рынок не имеет права вообще проводить какие-то действия. И мало того, у нас также, скорее всего, что будет иск от самого ипотекодержателя, потому что МТК Калиновский рынок уничтожил предмет ипотеки, получается, создал... Мискорада. Да, Мискорада. Создала 4 участка и тем самым они без согласия ипотекодержателя такое сделали. То есть это уже нарушение закона Украины про ипотеку и в дальнейшем мы пока не знаем, но думаем, что судебные тяжбы будут продолжаться. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...